САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Российские команды нас поддерживают и когда нам не отказывают, собираемся, вспоминаем о тренере, общаемся как все бывшие игроки. И турнир, я думаю, будет продолжаться, пока есть у нас силы и возможности. Турнир проходил три дня. Сборная Самарской области из трех матчей в двух победила. Принципиальной была вторая игра с Нижневартовском. 53-45 победа хозяев турнира. В Самаре второй год не везет. А первый раз были чемпионами. Учиться надо в баскетбол играть. Вот этого суматоха в 55-57 лет, ну все-таки, наверное, сейчас, конечно, разберем все. Но минусы есть, минусы надо исправлять. Поражение дает больше пользы, чем победа. В финале турнира встретились фавориты. Екатеринбург и Самара. Ветераны вспомнили годы молодые и не щадили в борьбе ни себя, ни соперника. Большую часть матча самарцы лидировали, но ближе к концовке более сыграна уральская команда сумела инициативу перехватить. Здесь нельзя расслабляться. Любой, так сказать, промах. Все сразу догоняют. Поэтому, ну и сил, конечно, не хватает уже. Уже тоже не по 18, не по 20 лет. Но интересно зато. Екатеринбург одержал драматическую победу 57-56 и завоевал Кубок Приматова. Третье место заняла команда Сарова Нижегородская область. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы.